здравствуйте друзья мы с вами встречаемся с гостем гости зовут оксана из алабамы хотят сказать оклахома из алабамы вот и оксана расскажет нам о себе о своей жизни по отвечает на мои вопросы мои вопросы поверхностные то что я только глянул так на канал почитал что там написано и давайте вы так вот вы начните издалека вы вообще откуда чего-то привет от оксаны за лобаной я всегда приветствую своих подписчиков потому что поэтично звучит в рифму вообще лобама мой шестой штат и маме какой с 98 понял так и где же вы за это время успели вообще я свою жизнь разделяю на три этапа первый этап в ташкенте в узбекистане где я выросла в семье врача и музыкальта закончила филфак год проработал учителем русского языка литературы потом вторая часть моей жизни 8 лет замужем с американцем и мы с ним за эти восемь лет жили в пяти разных штатах ужас какой чем он занимался таким знаете он был программистом но у него были проблемы с психикой у него было биполярное расстройство это как выражается что вот он как бы разный персонал компьютер который часто отключен пользы нет этого компьютера то есть это человек жизнь таким человеком как на американских горках он нормальный особенно когда на лекарствах а то он ненормальный то есть он не хочет работать у него дефрессия то есть из восьми лет что мы с ним были вместе четыре года не работал то он лечился от гепатита c у него был гемокроматоз у него был инфаркт то есть намного старшего не было 24 когда мы встретились ему было 39 потом 40 чего у него инфаркту 41 год получать я только приехала мы еще как говорится не успели с ним ощутить прелести жизни как говорится радости там то есть первый год и раз у него инфаркт потом ему диагноз гепатит c вот так как то а третье уже у меня и там жизни с русским как от которого я встретила в америке во флориде и я ему сделала грин карту это вы уже ночь последнее место где вы были с тем мужем была флориды поближе к чему мексиканский залив с той стороны такое тихое место как бы это получается вы знаете пенсакола она ближе панама сити только то есть как говорится вот панама сити два часа глушь такая в общем то то есть не то что там круговорот народу там много работы меньше мы решили по этому переехать мобил алабаму полтора часа из пенсаколы здесь такой большой индустриальный город но если считать полмиллиона населения с округами куда приходят круизные лайнеры в мобиле приходят лайнеры я я считал что они там дальше там бы не идут там где-то они в тампе вот они приходили потом он обмелел потом опять стал приходить фэнтези а куда они идут из вот вашего этого места из мобила куда идут по моему мексику такие вдоль бережка идут да они короткие хорошо рядышком все понял понял что обычно так из флориды там форт лаудердейл там вот они оттуда норовят ноты стампы есть немножко тоже ну что же хорошо так а в профессиональном плане ваша жизнь как развивалась вот вы там учили работали учитель русского языка а потом что делаю в пяти штатах вы знаете то тот путь который прошла я я никому не посоветую потому что я изначально у меня не было возможности даже поставить себе какую-то цель получить какую-то профессию потому что всякий раз когда я начинала где-то работать он хотел переехать мы срывались потому что он хотел другую работу в другой компании получалось то же самое что как испытывают женщины которые живут с военными когда по гарнизонам у меня какие-то профессии не были в гарнизоне то вы бы легко работали учителям работы в гарнизоне есть а у меня получалось так что значит перечислю все профессии которые и кстати вот в своем романе автобиографическом америка мать зовет я их описала все штаты все профессии кухню где и как большой большой роман это большой роман там 58 глав и описала период с 97 года как мы как я решила выйти замуж за американца до 2011 как муж я русского встретила мы переехали в лобом существо честный слушайте а вы писали долго нудно или в какой-то момент из вас просто вырвалась это все вы знаете до того как я написала роман я писала статьи был такой сайт russian women magazine сейчас его нет еще был журнал весь мир наш дом вот эти вот они меня печатали я послала статьи я писала отрывки о своей жизни и туда рассылал их печатали хорошо а вы же ну да вы же филолог вам ходе вам естественно потребность там написать да потому что это ташкенте было я с 11 лет печаталась я печаталась пионер востока и пионерской правде и потом кромсомолит узбекистана то есть для меня это такой школа хорошая и вообще про мы говорили про профессию значит кем значит я была и бебиситтером у людей и у бебиситтером при церкви и бебиситтером про фитнес-центре кстати это выгодно фитнес-центре чуть-чуть бебиситтер и твой ребенок с тобой и бесплатное членство туда то есть это как такая порталь работы особенно мамочкам которые сюда приезжают и хотят что-то чтобы вот с ребенком у меня нет большого опыта фитнес-центрах но там вот я где ходил вот этот вот там я не видел чтобы что-то детское было они не везде например да потому что есть женщины которые и домохозяйки или вечером она после работы и детей надо маленьких куда-то деть поэтому с американскими детьми вообще как нормально так вот как как с ними контакт да прекрасно но сначала разумеется я не понимала так что помимо этого я я и пиццу развозила неделю на неделю меня хватило официантка я работала два месяца в оливгарден да но плохо потому что я была плохой официанткой потому что я не все понимала когда люди могли пошутить я не понимала сленг изначально это в техасе было в кейсе работала картофельное пюре делала в общем я могу что перепробовала и мне было интересно с разными людьми общаться много узнавать пенсильвании я работа а еще работала детском саду в техасе у меня один сын родился в техасе пенсильвании работала с трудными детьми я прошла там была школа такая причем не за не платили за эту школу я должна была неделю пройти как повышение квалификации только люди с высшим образованием то есть скорочками из другой страны могли получить с образование психолога или учителя работать с трудными детьми в школьной обстановке то есть когда ребенок там мог и там наброситься на кого-то в общем то есть полтора года я работала с трудными детьми то есть я знаю что такое работа 7 дней в неделю то есть пять дней в неделю в школу хожу с этим ребенком около парты смотреть чтобы он там не хамил учителю и там воскресенье суббота воскресенье я работала фитнес-центре там три-четыре часа это все-таки вот из того что перечислились денежное что то есть учителем это более денежно чем на официантом вы знаете что я видел официантов которые 20 25 сейчас зарабатывали вот но видеть и получать когда ты новенькая официантка тебе не дадут хорошие дни тебе не дадут вечером пятницу субботу воскресенье работать они на меня спихивали вот эти все ланчи когда люди пришли на 10 долларов закасали суп салатом там и оставили мне 50 центов там еще зарплата моя была доллар 95 это был 2001 год 2000 так то есть а когда я работала с трудными детьми зарплата была где-то 15 16 в час то есть это кто же не богато чё же ты это это господи но вы не были в профсоюзе вы не были там как-то таким учителем учителем нет и быть 5 получается мне кажется вот нас у меня настолько была жизнь в стрессе я не могла же все цель поставить потому что у меня муж вот он в больнице с инфарктом то у него проблемы там у него количество белых кровяных телец упала в крови и общем то я в больницу с ним то мне надо работать я работала даже на amazon коробки паковала то есть надо было 10 часов на ногах а там тоже немного платят говорят что платили до 15 в час но уже уже ничего да если работаешь праздник было где-то было больше в общем и праздники можно было поработать ну хорошо это вы кошмар какой-то рассказываете я понял то есть это все было такое что всякий раз когда я то есть у меня вроде казалось что более-менее стабильности сейчас у меня там будет какой-то шаг наверх или ему становилось плохо и мы должны все бросить были переехать и я так вот а вот дико жена декабриста пыталась его спасти пыталась там то психиатру то все а что с ним сейчас стало вы не в курсе в итоге он застрелился он все время с оружием все это время у него было оружие дома нет он подарил пистолет на нашу первую годовщину а свой у него для себя был да он у какого-то мужика в атланте купил то есть у нас был один зарегистрированный один зарегистрированный ну хорошо ладно то есть у вас был зарегистрированный ладно хорошо значит эта часть куда-то ушла хотя я понимаю что вы помните о чем надо прочитать вы не обещали ссылку прислать на ваш этот роман потом подумала что у вас все равно времени нет вы знаете книги есть бумажном варианте во всех библиотеках калифорнии все русскоязычные библиотеки калифорнии заказали мою книгу моя книга вышла в россии а что есть есть библиотеки русскоязычные я даже не слышал такой большой тираж там сколько у вас тираж вышел первым был 3000 экземпляров то есть вы не за свой счет издавали а как-то кто-то кто-то взялся издавать потому что тогда им казалось что тема будет людям интересно типа как замуж за американцы ли нам вам писали что-нибудь оттуда читатели там заграничные вы знаете тираж почти распродан и очень многие мои подписчики это канал начала потому что мне издательство сказала тебе нужно вести блог завести свой сайт это правильно у вас уже там прилично подписчиков да сколько у вас народ там от 3 тысячи от 3 тысячи ну смотри хорошо бы причем у вас тема не такая как бы очень массовая то есть все таки вы как бы такая частная жизнь там в конкретном месте там учет такое сейчас вообще очень много стало женских блогов вот раньше их почти не было а сейчас много и интересные люди и так у них думаешь больше какой разнообразие жизни бывает вот это очень разные люди ну хорошо значит это было с 90 там не знаю какого года 97 мы в америку приехали да там 85 год 85 86 до значит примерно 2000 нет нет я в 90 приехал в конце 90 но значит это 98 плохой стал 2005 2005 2006 страничка перериснулась и вы значит встретили другого человека переехали с ним этот мобил но не сразу мы встретились 2007 пока я ему грин карту сделан убавил переехали в одиннадцатом хорошо значит вы приехали в мобил я люблю алабаму то есть получается я единственный крупный блогер алабамы здесь нет блогеру которому было подписчиков даже 10 тысяч подписчиков то есть я пиарил алабаму я у меня на канале много папок я не могу сказать что мой канал это как женский блог потому что меня очень много тем которые интересуются мужчины потому что я снимаю своего мужа я снимаю ремонты иногда то есть до и после я очень люблю брать интервью американцев и пока у меня очень много я считаю что ни у одного блогера а из всех русскоязычных нет такого контента как у меня сколько вы делаете видео там скажем в месяц вы не поверите я делаю 35 роликов в неделю неделю ну тоже довольно много довольно много есть люди раз в две недели что-то вывешивают да но мне очень нравится и когда я начинала мне это особенно не нравилось я видела ваш канал видела канал там других блогеров которые начали до меня и я боялась начать мне муж давно говорил начинай начинай мне было стыдно я думал о чем я буду говорить о том что хочешь о том и говоришь ну вот я вот не понимала я думала в общем потом у меня это все я поняла что у меня тут три сына два двое от американца и один от русского мужа и я стала кормить их детей какого возраста уже ребята у вас 10 16 и 19 19 с вами живет или уже такой отрезал хорошо значит давайте тогда все таки значит у вас был некоторый перерыв во времени между тем как вы расстались с одним и встретились другим вот этот промежуток времени вы чем занимались вы уже сидите на одном месте в этой пенсаколе чего там делали а вы знаете я когда мой муж умер я продолжала работать где работала я была супервайзером уборка лю там на берегу тетиконда на берегу я там стринявровала людей как правильно убираться как правильно и складывать все такое и я хотела уйти но дело в том что тогда начался сезон и мне было стыдно я не могла морально бросить своего босса который на меня рассчитывал в разгар сезона конечно то есть то есть я оттуда ушла когда сезон закончился но мне было совершенно невыгодно там уже работать новые фактически уже заглядывая вперед значит я могу сказать что вы все-таки оказались в бизнесе по обслуживанию недвижимости такой коммерческой то есть это 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 вас как бы туда завело то есть вы вы поняли какой-то один из аспектов этого дела хорошо и уехали после этого мы встретили сергеем я все можно починить но у него плохой английский у него нет документов и я как говорится вела из-за него я пошла взяла классы там есть университю вест флорида я взяла классы как вести бизнес там ну как-то если ты хочешь вести бизнес чтобы заниматься ремонтами как лицензию взять общем я купила нам лицензию я узнала как делать страховку дженера лоббил эти иншуранс что для налогов надо какие там документы откладывать какие квитанции и то есть получается рука рука парень как бы да да но он например не мог бы говорить по телефону с американцами это надо было все вот это вот разруливать мне то есть и чем я стала заниматься то есть я получается стала продавать талант мужа хорошо но он освоился со временем раскрутился с английским он говорит по-английски но с клиента может лицо к лицу поговорить но не все понимает он не может это записать то есть и сейчас сейчас тоже не может то есть он то есть он решил что если ты меня есть зачем мне не ну так тоже неправильно я тоже не так что-то неправильно это зависимый муж но он же мог наращивать свой бизнес скажем если он сначала идет какой-то ремонт он мог потом делать что-то более солидно звук там нанять там три мексиканца там еще что-то делать более серьезно то есть как бы у него тенденция к росту если ты там у нас нет нет не было никакой тенденции к росту во первых у нас в алабаме практически нет мексиканцев ну кто-то есть кто работает у нас нет то есть и и то есть когда мы номер брали помощника выбрали номер у нас был период когда у нас было два помощника но мой муж он он любит работать сам и его сложно делегировать вот сказать и меня мне тоже сложно будет ходить учить помощника у нас был 1 помощника 2 был потом они ушли потом слушайте вы меня вы меня зацепили вот вот это вот линия значит во флориде там понятно там тебе любые латинос есть кубинцы там колумбийцы кто хочет а это же вот руку протянуть до флориды то что там а кто же там есть вообще мигрантов нет в обаме привезены первые рабы то есть и понимаете я говорю то есть 60 процентов а про американцев мобили и у нас было там и черный был работник и были там украинский работник да получалось так он вкладывал энергии номер тренировал человека то есть тот и зарплату получал и все и все хотели получать под стол то есть получается что мне было невыгодно держать без налогов как бы кешем да и получается мы и мы потом конце у нас более доход получается человек получал минимум там допустим 300 400 в неделю вот и у нас инструменты пропадали бывали то есть мой муж разочаровался в люди люди делали через задницу иногда то есть он даст нам задание пойдет другое место в конце концов я стала профессиональным маляром у него была травма таким рулончиком таким и кисточкой да и краскопультом я могу пользоваться у него была травма и после он там вообще не было несколько травм последние три года и так получилось что нам было уже держать работника как-то не то потому что работник хочет все время работать и получается мы не стали обеспечивать фронт работ у нас сократились часы потому что у сергея там то было у него была травма спины сотрясение мозга давление начало скакать у нас были ситуации когда объекты я с сыном заканчивая работе на работе у него так травмы да у нас он месяц лежал он упал с лестницы я кота была я потом его до машины еле дотащил у него был была трещина попчика вот какие ужасы вы рассказываете да я очень многое пережила я знаю что такое мужа подмывать тащить его до унитаза и что такое поддерживать его во всем ты пыть а вон киеве и держать сайдинг и море и лесты или лет ему и вот сколько лет сейчас примерно знаете ему что два скоро будет а он а волик у него прекрасная физическая форма сегодня он лазил на крышу и там я ему подавала кусок сайдинга чтобы мог его прикрутить то есть он когда поболеет он рвется в бой эта часть вашей жизни понятно а все-таки в профессиональном плане то есть вы управляли какой-то обслуживанием какой какой-то там коммерческой недвижимости потом вы значит перебрались в этот мобил и ну вот как как профессиональная к рабочая жизнь как же трудовая как складывалось ну вот так и складывалось что мы делаем людям ремонт и очень многим инвесторам и я на риэлтор выучилась два года назад лицезию получили да я получила лицензию я начала в этой сфере разбираться с каждым годом с каждой сделкой больше у вас есть транзакции какие-то вы это да 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 я продала несколько домов и некоторые из калифорнии приехали сюда или дом почем так вот допустим в приличном месте по местным скидпойте приличное место ну какой-нибудь дом там я не знаю там 4 бедрума там два-три басрума достаточно новый не обязательно прямо с иголочки ну там не за пять лет вот сколько такой стандарт иголочки дом я вам здесь за 200 тысяч найду новый дом 200 тысяч небольшой на земле земле не на палочках нет нет ну земля в смысле сколько участок будет ну участок будет 3 театра это не неплохо это очень неплохо да я у меня на канале есть плейлист дневник и подрядчика и дневник риэлтор где я показываю дома и open house и я на днях делала про участки вы можете здесь купить участок и и за 10 тысяч и за за 25 до 30 тысяч я вам найду участок с озером давайте так я бы как инвестор вот я вас спрошу такой калифорнийские вот если я купил что-то за 200 тысяч допустим я на кешь взял да мы же с калифорнии мы там сразу взял макеш и за сколько я его сдам а вы его сдадите ну не больше чем 1300 1200 то есть новый дом за 200 тысяч некоторые инвесторы берут какой-нибудь дом дешевом районе за 50 за 60 до 70 тысяч и и люди людей туда поселяют в программе 8 тогда можно получать 800 900 долларов и тогда процент у вас будет дохода нужно каких-то потом дальнейшем когда я понял я понял но это фактически 120 тысяч за 150 тысяч тогда когда такой вопрос я задам значит если недвижимость такая недорогая то почему бы у вам не иметь какой-то поток скажем новых иммигрантов или не новых а вот такие которые где-то освоились там стране пожили три-четыре года дорогом месте живут в нью-йорке там в бостоне я не знаю там в сиэтле в чикаго лос-анджелесе и думает а поеду-ка я в мобил и буду жить там как кум королю то есть почему нет такого потока или есть потому что я только недавно стало получается риэлтор два года назад сюда переехала одна женщина купила дом за 400 тысяч она купила трехэтажный особняк но хорошо но без вас допустим даже без вас но вот стоит недвижимость цен нет поток идет приезжать из калифорнии приезжать люди очень много пенсионеров и не только в мобиле за мобилом покупают идет поток в чем как бы прелесть вот тамошней жизни там кроме того что допустим не до недорого а кстати вот налог на недвижимость какой у вас очень-очень низкий самый низкий в америке какой то есть не сейчас вам пример да а если дом стоит допустим 150 200 тысяч долларов то ваш налог будет меньше стать меньше полторы тысячи в год в один процент примерно меньше одного процента еще зависит у нас получается если в городе один процент а если на окраине и дешевле то есть я живу на окраине у меня дом 2000 сперафит я плачу налог 600 долларов в год слушайте а вот акр земли все-таки это довольно много с точки зрения допустим присматривать за ней там поливать чтоб травка была ли что что у вас происходит на этом акре у нас есть бассейн ну хорошо покрыт участок чем покрыт он травка растет трава буш сауну построил у нас огород прямо клубника растет что-то в основе огурцы помидоры в том году были баклажаны были прикольно а из фруктовых деревья все растет у вас я посадил у нас есть мандарин я посадила инжир слива они маленькие но у меня там две сливки было апельсинки маленькие были нет такого что птицы склевывают вот у меня рос персик такой персик я умереть понимаешь но съесть было невозможно прошло только начинал созревать они склевывались вот да да но у нас проблема с белками да у нас тоже белок полно надо налить надо надо на во дворе ставить сов они боятся образ совы нужно покупать этих сов пластмассовых или глиняных ставить где-то около забора они любят образ сов им кажется что сейчас на них набросятся у нас белки хурму жрут когда когда спел и не спел и не очень спел и не едят но спел и выедают просто все но кроме хурмы я не видел что белка тут с них был вред у нас уже белок гоняют кошки мы замели у нас за последнее время нас пять кошек они гуляют вы их сами завели или они как-то приблудились ну две приблюдились а двух мы взяли они были сиамой два сиама брата мы взяли в приюте две кошки приблудились котята были маленькие вот такие и одного кота где-то 10 10 лет ему наверное клиентка который мы делали ремонт она умерла и нам отдал кота причем он не думал нам отдать мы пришли делать оценку ремонта и кот вышел ко мне подошел ко мне и начал меня тереться а клиент говорит что это такой вредный код никого не любит если он начал меня тереться я должна его забрать ну хорошо оказалось вот у меня очень любит это мой код он делаю он ляжет на меня я лягу на спине если меня спина болела бы я пошла пусть я по спине он ляжет слушайте а вот такой вопрос я задам значит дело в том что мы бывали во многих местах таких тропических так назовем это может быть и флорида не всюду но местами это может быть и в техасе это может быть там в других местах но там какие-то знаете летают за раз таки вот и когда смотришь дом до вроде дом а к нему такая сверх tylko такая сетка чтобы не залетали чтобы ты мог выйти там чайку попить насколько строк и дает за столиком и там сеткой такой изолируют чтобы дрянь не летела и дрянь может быть вот такая мелкая может быть вот такая вот дрянь и вот какие-то такие летающие кусачие вот есть такие или или можно спокойно сесть и сидеть на улице никто тебя не трой ну комары конечно у нас есть и все больно король комаров ничего жуки вот такие не летают тарантулы не ползают там крокодил есть крокодилу а аллигатор конечно есть номер я никогда не видела мне это ними как никогда дорогу не перебегали малым флориды так они еще и пола базы полота у нас есть туры где можно приехать заплатить денежку сесть в лодку и танго на быстрой скорости тебя покатают показывать аллигатор они не агрессивны кстати зефир мы покормят лодки зефир зефир они зефир любят хорошо так ладно значит вы сказали что в этом мобиле сколько народу живет до в окрестностях мобилы окрестностей полмиллиона полмиллиона это все-таки довольно много народу и здесь же корабли строят там вверх есть да и там нет добывают перерабатывать сюда приезжают инженеры я даже встречала людей из казахстана и из израиля который работать на шаброн я знал что это есть в алабаме там есть соседние штаты где это практикуете опрос нашу в алабаме тоже такое хорошо значит то есть вот там как бы такой пролетарский район получается индустриальный город индустриальный город я понял то есть там есть работа там есть работа поприличнее там работ который хорошо оплачивается для сварщиков например где живет резидент он ему бесплатно об особенно вот молодым людям они могли могут пойти вот в трейд-школу бесплатную выучиться на пайп фитера или сварщика заниматься хорошо хорошо оплачивается да да хорошо оплачивается рядом мексиканский залив корабли это вы видите на танкеры и какие-то еще корабли не для перевозки нефти просто судостроение какое-то судостроение еще начали самолета строить airbus ничего себе это же боже это же надо построить такое хозяйство чтобы собирать и рубасы это не шуточный шуточное место у вас там хорошо ладно ладно так а если выехать из города но я по город это как бы там понятно плотность населения высокая но там есть такой красивый даунтаун по кофейку попить там потусить там конечно кстати в отличие от калифорнии у нас не было погромов как у вас нас был а у нас погромы ну да ко мне приезжали инвесторы из калифорнии у них были погромы в лос-анджелесе в даунтауне витрины побитые мелочь погрома так хорошо ладно у нас просто здесь тихо очень место у нас ничего такого нет кремниевая долина такая все-таки лос-анджелес громадный громадный мегаполис очень много народу разного народу и там есть довольно много обездоленных людей и там есть большие черные районы там по 2 миллиона человек мы это вот вот у нас у нас такого близко и маленькая локальненькая такой все культурный нету например вот этих городков для бомжей вообще то есть не увидишь шикой город для бомжей нас тоже а палаточные лагеря да я понял то есть вас просто если соберутся и просто разгонит полиции все у нас запрещено разгонять поэтому они так как-то вольготно себя чувствуют тепло их под их тут же кормят их там туалета им ставят шприцы бесплатно дают то есть их так как-то присматривают и как я бы сказал культивируют как бы они так это как вот пчелка вулей летит там ей это не не дикая пчелка она вот в улей живет тут нас за них культурно так обслуживает значит хорошо то есть у вас меньше так или не совсем нет таких социальных таких грустных обстоятельств ладно но вот люди живут допустим в городках поменьше в окрестностях вот там делать и собачники ношения по как этот город называется я вам писал робертсдейли есть большая ферма аллигаторов это то есть парк идешь но так как бы они наших этих как бы они собачек наших не сожрали я вот подумал аллигатор это я бы как бы собак наших не сожрали аллигаторы вообще вы вы поезжайте к нашим бридера выяснить какое их хозяйство это просто что-то феноменально то есть там большое производство там работают десятки людей и у них я бы я бы сам к ним поехал но далековато пока я бы забрал собачку сам но просто мне боязно летать самолет а у нас есть сотрудница лариса которая любит летать любит ездить на машине она объездила всю америку канаду и она это что там ехать три часа я буду ну пожалуйста вот так что она поедет возьмет там собачку нашу доставит ее в самолете и у нас будет алабамский песик у нас будет зовут томми 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 томик томми ну хорошо значит все таки основной вид вашей деятельности это вы работаете с мужем по ремонту или вы риэлтор или ну вот есть что-то такое что вы целый день занимаетесь чем-то одним есть такое нет потому что у меня все вот как фигара здесь фигара там я могу с ним работает три дня потом я с клиентом куда-нибудь езжу смотрю дома есть поток клиентов откуда-то они берутся да да русскоязычные или сайтом силу и риэлтор.com можешь выбирать какому сайту платить и тогда я раньше не знала об этом я только недавно узнала ты платишь сайту и они тебе посылают клиентов которые зарегистрировались иногда это просто пустые лидзы как это то есть человек не готов купить дом он просто увидел что соседский дом на продаже и он хочет посмотреть сколько он стоит и внутри как выглядит и поэтому он просто регистрируется не потому что он хочет продать или купить а потому что очень любопытно вы платите за подписку или вы платите за каждый лид конкретно подписка подписка вы послушаете что это opportunity всякий контакт живым человеком это возможность поговорить показать что ты разбираешься что ты как бы интересуешься его потребностями а не пытаешься учета впендюрить и он может быть сейчас не купит ничего но его к сушу нужен приличный риэлтор сказать что есть одна тетка вот действительно приличный черт и я у меня есть канал на английском crazy russian риэлтор а чё крэзи то я делаю ролики я беру интервью например с людьми там кто обрабатывает и термитов или то есть я делаю ролик или обзор дома и где она говорю английском и тогда я посылаю потенциальному клиенту ролик чтобы он не получил email от непонятно какой тетки а он видит видит мое лицо что-то я сказала начинается работа с людьми это очень важно визуализация она дает доверие какой-то там одно дело ты прочитал текст и ты не знаешь кто это пишет может там 16 летний там хлопчик там из запорожья пойти а тут человек вот его видишь как улыбается как чё это очень это очень важно ну чё же хорошо скажите вот с точки зрения инвестиций давайте просто я вам скажу мы мы довольно много всяких мест объездили думая вот там может быть тут взять там здесь взять но сейчас мы в меньшей степени что мы сейчас больше наоборот консолидируем стаскиваем сюда потому что сложнее с возрастом это все но у нас был такой подход мы спрашивали себя вот то что можно купить за там допустим ну я не знаю 140 тысяч грубо говоря вот я купил что-то за 140 тысяч сколько я могу взять за это в месяц и вот мы сравнивали там аризону техас разные места там орегон там ну и ну еще где-то и тогда у нас было такое что мы думали в гости не прикупить что-то и мы специально туда поехали и походили это но там высокий налог на она на недвижимость там пропорте такс высокий у них какого-то налога нет я не помню там на sales такса нет или чё-то там нет или что-то налога штата нет чего-то нет но зато они эти деньги берут виде налога на недвижимость поэтому в общем мы поняли что смысле нет по деньгам то есть по сравнению скажем с аризона это проигрывал кроме того чтобы резон тогда и цены лучше росли в общем и не стали но вот в ваших местах вот допустим 140 или скажем можно с другой стороны вот то что сдается за 1000 долларов в месяц сколько стоит за сколько можно купить за 100000 можно купить дом который бы сдавался на тысячу долларов не покупать то есть то есть невыгодно покупать дом за 200 250 тысяч и сдавать думаю что ты будешь 2000 получать людям дешевле купить сейчас новый дом потому что процент два процента с половиной хорошо а вот такой такой вопрос тут нас немножко подвисали немножко подвисает в принципе есть такая зависимость то что я по жизни наблюдал что чем дешевле недвижимость тем больше шансов что ты нарвешься на кого-то кто в итоге не заплатит или там выезжающих там развалится черты материшь там ремонт надо серьезный дел и так далее есть есть у вас такая проблема или это как бы скажем те кто снимают за 1000 долларов это вполне такая приличная адекватная публика так я вам расскажу пример потому что я работал много с инвесторами я сама хотела начать инвестиции в жилье делать при флиппинг-хаузы мне кажется у меня есть синдром от сложенной жизни я все время когда ты что-то собираешься но ты переживаешь неуверенно в себе я очень много встретила инвесторов вы делали ремонт кто потерял деньги конечно ну тут потерял там нашел да вот кто там купил на аукционе не видел что внутри проблемы или мир человек из израиля купил дом за 200 тысяч стали сдавать в аренду во время коронавируса это человек перестал платить ну естественно да и никто его не может выгнать хотя у этого человека не было проблем никаких он продажал даже второй магазин открыл за это время или человек жил в приличном доме дом там был за 150 тысяч платил там должен был платить где-то 1100 не платил коронавирус съехал переехал другой штат и причем нашему инвестору нашему другу он говорит я ничего не могу им сделать потому что они переехали в другой штат я я только могу испортить кредитную историю я не могу эти деньги с них получить обратно по суду в алабаме он подал но они переехали другой штат но не может это все таки связано с ковидом а если без ковида просто в нормальной жизни значит если человека даже вообще люди стараются по программе 8 инвесторы они покупают заброшку ремонтируют я вообще как я знаете называю я королева говна королева заброшек я разбираю дешевых районах ремонтах как сделать ну что купить по какой цене и стоит ли там вообще покупать ну то есть я научилась в этом разбираться и они сдают по программе 8 потому что они знают как вы довести дом до такого состояния чтобы пройти определенную инспекцию от государства и что потом получать стабильно свой чек и потом раз в год опять этой инспекции как и какие-то починки надо сделать и потом у них чек будет там 800 или 900 долларов давайте я ребятам значит объясню которые нас смотрят что есть так называемая 8 программа section 8 какого-то закона это субсидированное жилье и фишка для инвестора состоит в том что деньги ты получаешь не от того кто там живет от государства которые за него платят а государство в этом смысле это совершенно замечательный такой платежеспособный субъект который там каждый месяц по определенное число шлет тебе этот чек другое дело что эти люди которые там живут они с одной стороны конечно с одной стороны они обязаны по условиям контракта поддерживать эту недвижимость приличном состоянии и там и так далее так далее то есть их могут случись чего их могут не только оттуда попросить но их могут снять с 8 программы тоже то есть в теории это все возможно на практике я знаю народ там народ очень простой такой и как бы по понятиям живет они там далеки от законов и всех этих дел там и так далее поэтому там как правило будет у них там много детей и они будут там как как-то вот я не знаю в своем мире живущие люди то есть с одной стороны это выгодно и удобно с другой стороны они могут привести эту недвижимость какое-то состояние ты не можешь оттуда попросить то есть это уже ты ты начинаешь быть какими-то законами и правилами не так как если ты сдал просто кому-то там без программы программы 8 в алабаме можно филтор она решила продать и она сняла его с программы и людей переселили другое место и она дом все почистила привела можно хорошо если в нормальной ситуации человек перестал платить отказывается платить сколько времени нужно чтобы его выселить три месяца это стоит 700 долларов все-таки три месяца он будет там оставаться потому что в калифорнии особенности дети есть мама родная этого шесть месяцев покажется чудом это больше может занять существенно в аризоне у нас была недвижимость там очень быстро две недели там просто раз все две недели чек-то больше не живет три месяца вы мамочки родные хорошо значит у вас есть какое-то не то что видение но вот как-то стремление вот к чему-то вот где бы вы хотели быть вот в том чем вы занимаетесь там через там три года пять лет десять лет то есть вашего хотите во что-то вырасти или хотите быть вот где вы есть и вам комфортно просто то что происходит нет у меня есть планы я закончу делитесь но я не не люблю не верю что надо делиться планами это вот вы рассказали например в своем там ролике как вы заработали свой первый миллион а спрашивает все так я думаю надо рассказать нет есть вещи например я дополнительные курсы по недвижимости закончила есть такой блогер азимов он учит как вот делать флипхауза я только ощущение что все время чему-нибудь учусь и узнаю и потому что у нас не растет цена на недвижимость так как у вас и можно купить дом отремонтировать и ты остался в этой рамке ты не можешь его продать и выгодно это надо очень редко это можно тихо такую недвижимость чтобы ты продал и наварил я известен риэлтору сколько на продаже платят этот продающий человек сколько сколько платит сколько у него уходит на риэлтор пять процентов шесть сколько принято а как договорятся вот сейчас у меня будет два листинка то есть у меня есть клиент ремонт и сделать там я как вот я сказал раз я два ваших дома буду ставить на продажу туда будет пять процентов этих пяти я два с половиной а там другом на ту сторону да ну то есть получаешь так полмиллиона будет там дома просто если ты купил дом так а потом значит его во что-то превратил там поработал с ним а потом ты его еще и продал и на продаже этого дома ты пять процентов должен отдать от стоимости дома то безусловно очень-очень трудно на ремонте существенно увеличить стоимость относительно стоимости ремонта то есть ты можешь положить там 20000 ремонт и продать на 30 тысяч дороже вот эту десятку ты взял и ушел но во первых это еще не всегда удается взять эту десятку во вторых если ты еще заплатишь там три тысячи или там 5000 на продажи так у тебя вообще там останется и получается флиппинг я я видел удачные флипы но обычно это связано с тем что либо пока там полгода строили что такое цены выросли там на 10 процентов или там на 20 вот либо они сначала под что-то сделали потом его эксплуатировали лет пять и потом продали то есть не такой флипп раз и ушел хотя мы купили флипп у нас дача есть там люди купили подделали и через буквально там два месяца продают мы у них купили они я не знаю в каком виде они приобрели они они даже такой рима до лет небольшой сделали сколько-то денег явно там положено было но они купили там за 500 там 50 там и у них купили за 750 но в таких делах деньги зарабатываются не момент продажи в момент покупки то есть если я купил там на 50000 дешевле рынка так бывает вот это мои деньги они уже мои поэтому видимо им просто удалось так дешево купить там силу каких-то причин что потом так за три месяца наварить 200 тысяч даже с ценой ремонта внутри это невозможно это какие-то даже у нас это не ну или уметь надо или может быть есть люди которые когда не только чего-то знают они знают обер как положить 20000 а продать на 50 тысяч дороже я сейчас начала въезжать потому что раньше я я я не под не понимала как это делается но я наверно сейчас я работаю я все время слушаю внимательные класса брала сейчас у меня есть знакомый инвестор он взял дом за 80 тысяч он сейчас раскручивается на ремонт и мы с него содрали 8 там другой содрал полы и общем он где-то тратит 20 тысяч на ремонт 100 тыс дом да да но он в том районе продаст его за 160 а жена его риэлтор то есть деньги останутся в семье вот такие то есть они купили за полцены что-то такое но это просто случай как бы даже больше чем 20 тысяч может быть 30 потому что они наверно даже 30 потому что они кухню меня все вот эти шкафчики до аплаймса будет новый пол меня нет они наверно больше больше на 30 тысяч точно они пукались они снаружи но дом очень большой и они получат я просто таких такие вижу и теперь я понимаю как где я очень рада что мы не стали заниматься покупкой домов и ремонтом для себя раньше потому что мы бы обязательно потеряли кучу денег потому что когда не знаешь надо знать во всяком деле надо ты зарабатываешь там где ты тонко знаешь у нас есть знакомые которые покупали квартиры в кондоминиум старые там 40 лет квартире вот они их покупали они там с художественным так сказать образованием там архитектурным там так вот и они у него такой стиль определенные клали бамбуковый пол они делали айкиевскую кухню они там как-то это все и первый раз они это сделали и наварили 50000 им показалось что это вот и есть путь и это вот как бы так и дальше тоже должно быть на следующем проекте они потеряли 30 вот и еще они там пару квартир сделали и закончились этим потому что очень очень сложно за короткий промежуток время на ремонте конечно когда это делает например контрактор у него накладные расходы ты это как бы его деньги все если это будете делать вы позовете контрактора то он с вас возьмет за работу и за и еще плюс там сверху и вот поэтому вам это все дороже будет стоить если у него эти проценты остаются то вы их отдадите контрактору поэтому очень много работы по переделке делается контракторами которые сами берут сами потом продают и вообще не хотят делами с клиентом уже с клиенту не угодишь никогда а если грамотный контракт вообще клиента знать не хочет он купил он продал его ушло и куда да я согласна с вами но я не знаю я считаю что нам везло у нас было очень много нас кидали только один раз но я потом сделал на нам 1000 долларов не заплатил американец ремонт и я на его дом наложила финансовое обременение и как поставил дом на продажу свой флип ему сказали о ты тысячу долларов должен заплатить вы ему линии поставили да хорошо но заплатил тысяч а он куда деваться он дом продавал ну да так что хотел еще спросить а то есть тусняк у вас есть какой-то вот вы с кем вы дружите там есть есть так вот какой-то круг общения тем более муж по английски там нездоров значит вы должны как-то есть там русскоязычная публика русскоязычные подруги которые приходят гости ко мне я к ним и они на канале снимается у меня даже если телесериал с юлей она землячка она пианистка преподает в университете да музыку да вокал подруга из береговой охраны есть у меня русская подруга косметолог то есть то есть но мы как иногда разумеется там какие-то праздники мы можем забраться или кому-то в гости там со стороны вот американцев которые там живут есть какое-то но не неполное так сказать приятие вот людей которые там с акцентом из других стран там и тогда или они достаточно открыты вы знаете большинство американцев обожают наш русский акцент у меня нет проблем сразу говорят ой откуда откуда акцент мы сразу начинаем разговаривать я даю свою бизнес карту я риэлтор я идет на риэлтор блогер вот пишутся на мой канал вот так я заканчиваю свою речь все меня понимают и как говорится и белые и черные и в крафтингу у меня огромный словарный запас у меня есть книги которые английском написал и вопрос такой значит я когда на вашем канале там читал описание канала я подумал наверно значит оксану какие-то люди занимают потому что так как ты им четко сказано что вы там всякие там козлы не ходите там которого чувство юмора нет вот вообще это не для вас все я думаю что такое чё 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 с ней происходит что что там что там с юмором связано что там у вас очень много юмора я в конце всех заряжаю конечно конечно я тоже и но когда люди приходят не понимают юмора пишут какие-нибудь глупости гадости я считаю что шавки и амебы которые как говорится не заслуживают быть замечательными но мой опыт такой что вы не можете обратиться к сябке к шавке и там и амебе искать а вот вы шавки амебы не приходить уж они не подумают что к ним относятся все равно это ну вот это как-то мне показалось это и так просто пошутили искрометно так хорошо понял так а есть у вас что-то такое что вы с мужем любите вместе делать что у нас тут рядом озеро выходим гулять с крокодилами она без крокодилов да она без крокодилов мы ходили гулять а мы с ним ходим в сауну обогревательный элемент у вас что там обогревательный элемент то есть это ступая сауна пока печка стоит хорошо мы любим огород у нас у меня больше у меня где-то 20 экзотических растений я садовод я разбираюсь в растениях у меня там и пасеклора и там труба ангела брумансия цветочки такие да да у меня сейчас конечно все мертву мертвые спит зима но когда лето все цветет у меня шикарный красивый сад и мы с ним еще вот в этом году посадим вас меня и не зацепило сейчас морозами вас мимо прошло у нас были морозы сегодня сейчас у меня на улице 17 тепла не он было 21 а на той неделе у нас было минус 8 не померзли трубы там вода нет я даже ролик дело как там открывать как закрывать с улицы чтобы этого не произошло я просто смотрел вот что там в техасе случилось когда трубы полопались с водой и они там все накинулись на на техас но я хочу сказать что если бы вот эта температура случилась в калифорнии мы бы тоже все без воды остались потому что у нас не закапывают эти трубы они лежат но вот вот на такой глубине то есть она промерзла бы только так а под домами там они просто лежат открытые то есть совершенно я помню когда я стройку показывал как все это строилось и мне говорят а что же вы не прикопали на полметра и так дальше не себе чем там прикапывать то что нет да но да но если придет один раз там в 10 лет вот такое случится или там я знаю как часто это бывает но просто калифорния накрылась бы медным тазом не хуже техаса абсолютно у нас те же самые эти строительные нормативы то есть совершенно не зимние не зимнее строительство уж какой так ладно а куда вы ездите вот отдыхать например вот если вы живете в таком ну как бы и так в тропиках живете куда вот вам деваться на север едите или далеко не едем я вообще не люблю летать на самолетах я боюсь летать я боюсь я не люблю сидеть долго за рулем и если я куда-то уезжаю я в основном ездила с детьми и чтобы это было какие-нибудь экскурсии музей вот так дети любят музей музей в курсе а нет я заставляю они не хотят они не любят вообще сниматься они у меня получается в семье все интроверты а мой муж вообще домосед ничего ему не надо езжай сама а в школу выходите там дети ходят школу сейчас открыть и школу ну ладно просто в школе нет такого что там каждый второй мечтает там быть звездой youtube или там тик тока я не знаю ваши 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 то уже вот все могут там раз и на youtube мои мои моим это по барабану я их снимаю когда приходят друзья они пробуют еду но иногда они мне говорят что мама хватит снимать поэтому надо им дать спейс ну да безусловно не всем заходит конечно и они мои дети они не сидят в соцсетях не делают там фотографии мне сын старший говорит мама говорит вообще мир какой-то сошел с ума фотографируют свою еду все притворяются они фотографируют как они все смеются а потом они когда выходят из кадра они продолжают смотреть свои телефоны остаются такими же несчастными людьми детьми на антидепрессантах с кем нечем поговорить поговорить и пару слов про детей на антидепрессантах почему дети принимают антидепрессанты что с ними вот не мой сын сказал у него друзья принимают антидепрессанты но не все об этом и весь знакомые и потому что наше поколение не видит смысла жизни работа чем как бы не хочется или что учить то есть они все равно умрешь зачем тогда вообще вот этим всем заниматься вот такие да иди умри чё ты делал зачем 5 депрессанты иди помирать а вот в общем вот 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 такая есть вот позиция или что они смотрят якобы в соцсети видеть что у других все красиво чудесно вот вот такая ситуация то есть красивая жизнь других может влиять депрессивно вот эти картинки вот эти звезды дорогие машины и они смотрят что надо быть худым стройным богатым молодым молодому поколению сложно особенно девочкам то есть надо красивый быть хотя старая но некоторые вообще как говорится идут против этого фотографируют себя с волосатыми подмышками чтобы показать что они против общества вот да как-то трудно молодежь получается и мигрантам проще потому что приезжают нищие ничего тебя нет надо там как-то что-то заработать как-то так свить гнездышко обосноваться ака эти которые рождаются у них как бы все есть основное да то что по жизни там они комната отдельная есть значит там покушать есть еще машина в 16 лет там он школу ездит на ней да интернет есть и интернет девайс сейчас в коляске лежит уже девайс у него нас нет проблема мне кажется многих людей это и невежество и они не умеют ценить что умеют и им кажется что успех это когда у тебя много денег когда ты можешь себе позволить там кучу домов кучу машин кучу какие-то путешествий а мира в душе нет потому что кажется что мало кажется что надо научиться вот просто радоваться каждому моменту в жизни проснулась увидела что у тебя ребенок живой поднял и обнял его поцеловал и вот испытать кайф от этого испытать кайф от чашечки кофе от того что клиент любит работу которую ты проделали ты какого-то клиента спас кошку почесал за ушком что и дом не покупать чтобы им дом покупать не стоит арендовать мне это было невыгодно но я с ними так работала как говорится в ущерб себе получилось так что человеку не имело смысла я думаю так что ущерба в этом нет особо потому что ущерб это никогда ты денег не там не получил ущерб это когда ты какое-то зло делаешь и это уже совсем плохо то есть ты сам себя перестаешь уважать то есть ты говоришь я дерьмо я ну когда да вот я по так ты почему был человек ты ему объяснил он какое-то решение принял и пошел себе нормально у меня приходом вы часто бывает у меня есть там курс я когда-то записал в одиннадцатом году я сначала записал на русском языке вот курс который я преподаю потестирую ну а чё на русском языке я просто повесил пусть все пользуются там не денежный проект такой значит потом мы его переписали восемнадцатом году так чтобы так осовременили и постоянно какие-то люди пишут там откуда хочешь из казахстана там еще откуда-то и говорят вот там нет ли у вас на русском языке бесплатно есть пожалуйста бери спасибо я я не чувствую себя так что я допустим потерял какие-то деньги там не было денег там был человек которому не нужен был мой курс вообще и мои услуги а я ему так я буду там вот есть что-то без меня обойдешься вот там есть хорошо там есть то есть это не это не ущерб то есть если бы я ему сказал скрыл от него правду до рискового вот там платит еще долларов там и так далее то я тогда как-то не хорошо поступил есть очень много способов нехорошо поступить чтобы тебе за это деньги но я его открыла много лет назад когда вышла моя первая книга и то есть я заплатила чтобы мне сайт сделали я каждый год плачу там 100 долларов чтобы он у меня висел это сайт не монетизирован там реклама вам в глаза не прыгнет там есть ссылки на мои книги и очень много статей которые я писала раньше на разные темы об эмиграции то есть до того как youtube стал рам разрастаться и сайты других блогеров я стала если кто-то бы зашел и начал читать и смотреть это тоже бесплатно информация то есть который мне нравится что это есть что-то в свободном доступе вот с другой стороны это все равно как бы то что как бы такой паблик релэйшн такой да то есть пришел человек все это посмотрел у него в голове что-то засела и в какой-то момент неожиданно вдруг вы можете видеть там человек клиенты который пришел потому что это вот там было хотя вы не имели ввиду что собственно у меня так было с этим блогом моим видом silicon wall и войс то есть я не имел ввиду что там какой-то бизнес него больше я в этот момент у меня уже 20 лет в бизнесе был и не 20 15 а я был 15 лет же в бизнесе мне заплатно но у меня фан такой был люди приезжают я их снимаю там на гид форуме вывешиваю там все это снег такой идет вот но поскольку она на ютюбе висит и какие-то люди попадают которые не в курсе были и дальше я смотрю мой онлайн класс начал разрастаться вот не тот который надо приехать в кремниевую долину а тут где в онлайн и где бы ты ни жил ты можешь и вдруг стали появляться люди из новой зеландии из израиля из пакистана из финляндии из румынии там не имелось ввиду так как бы то чисто социал сошел такое да но в итоге особенно когда это видео информации люди тебя видят и как кто-то говорит ой какая рожа противно кто-то говорит слушай наш чувак и как бы и хорошо так он хотя бы не будете голову морочить про это позвонить подписать чуть вопросы задавать бывают такие что все кишки из тебя выняты и дальше как нет не верю я вам и ушел такую а словами со мной связался один мужчина который проходил ваши курсы работу он не мог здесь найти работу и я не знаете с ним но мне говорю что он прошел и он потом потом какой-то другой области пошел работать кстати я риэлтором ты стала благодаря youtube мне звонили из пенсильвании инвесторы сказал я хочу купить недвижимость я сказала я вам сейчас риэлтора дам знакомого они говорят а почему риэлтор у тебя столько подписчиков я пошла учиться на риэлтора и и сейчас вот мне уже пишут из других штатов я знак некоторые переедут весной вообще переедут некоторые покупают недвижимость чтобы сдавать в аренду вы по всему штату орудуете ли вы конкретно в окрестностях мобила нет по окрестностям мобила потому что я разбираюсь здесь такие районы то есть если человек мне говорит что он хочет чтобы подальше от людей чтобы были курочки чтобы они хотят там чтобы озеро и курочек можно завести есть такой с курочкой да я на канале не раз показывала огороды курочек американцев которые даже в черте города завели курочек то есть да у меня очень много в гостях у американцев ролик у них у них дома показываю что они приготовили и там что они там какие у них там огороды курятник но они не стесняются так они нет я я 99 процентах я могу раскрутить любого американца дать мне интервью это моя фишка то есть они просто простые люди как бы открыты и здесь вообще я считаю что я журналист по натуре и у нас люди во первых когда слышит мой акцент и узнают что я блогер мне кажется многих звездная болезнь еще есть и им хочется вот я говорю давай вот мы там встретимся там туда-сюда а некоторые мне говорят знаешь а я хочу сало попробовать я говорю если ты хочешь или я хочу борщ я говорю если ты хочешь борщ и сало ты должен сниматься в ролике у меня на канале потому что просто так я тебя кормить не буду так ну вообще вы это за живое берете мало то что борщ так еще и сало черным хлебушком черным хлебушком а я как кормилица вся америка американцы сало сало понимаю она и бекон же бекон же они понимают но но это сало конечно не очень да но есть у меня те кто и борщ с удовольствием кушали причем я в разных роликах разный борщ варила вы знаете что есть вот русские рестораны таких местах где нет русской публики вы скажем в городе окленд тут нас недалеко есть и там беркли там есть ресторан петрушка ему же лет 120 и там уже давно нет ничего русского кроме названий в меню и какие-то еще там самовары стоят потом по периметру где-то там на макушках какие-то шкафов и вот ты вроде берешь борщ это даже свекольником нельзя назвать вот действительно красного цвета но это не борщ не свекольник это очень странное нечто и вот это как молодцы тут однажды попал в москве на балет чего-чего сам был крайне недоволен то есть сталин ему хотел вот тут это не наши будет это как эта фигня вот так что есть такие места тоже ну что же хорошо нас нет русских ресторан а магазин магазин русский есть нет в русский магазин надо ехать в другой город полтора часа на машине это какой же чё у вас там будет какой город то будет ну на балабами есть голдшорс или во флориду пенсаколу там мерепа есть магазин ой 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 в самом городе в мобиле есть интернациональный который держит иранцы на можно купить селедку шпроты пельмени маринованные огурцы и помидоры но пару видов конфет рашин обычно в иранских магазинах есть чего нашему взять да вот там они специально где держит там и шпротики у них там есть и гречка еще знаете что многие мигранты постарше любят хну иранскую вот моя мама например она в москве красилась хной рыжий цвет и вот когда в америку приехала вот она хна хна это значит я видел в иранском магазине хну и когда она уже эту хну там нашла она вот у нее стала успешная иммиграция до черта еще русская телевидение то у нее появилась спутниковая это все я уже как дома вот хна есть телевизор есть все можно жить а я никогда не пользовалась и вообще я только недавно прическу сменила я чуть-чуть а что было а я я 10 лет ходила то есть я не красила и волосы я не делаю химию я просто носила короткий волос сейчас отпустила волос и я сделать такой вот как бы боя балаяш и помилирование ну да то есть я вообще вы знаете что вот может быть это как-то субъективное но мне всегда по жизни не то что нравились нравились но я умилялся на кудрявых таких особенно таким совсем уж такие кудрявые прямо его значит было полно кудрявых девок нос душа жжешь в инстути учился я помню но полно было кудрявых сейчас смотришь их вымела всех в общении нету кудрявых нет так и чешенки угом разгладили и ходят потому что как же так вот были кудрявые нет кудрявых как это как это так вообще а в то время еще бигуди крутили да то есть они старались тоже раньше крутила бигуди да локоны там это все а сейчас да сейчас вот такой вот да да если я знаю кудрявых у которых натуральный волос у меня волосы так слегка вьются сами я вообще не пользуюсь ни феном не плойкой то есть у меня сами то есть я просто я расчесалась закололась и пошла должны высохнуть сами да без сушки я не пользуюсь а мне тоже там совершенно нечего сушить вот так вышло кудрявый был таких кудрявых больших но как-то с возрастом становится в этом плане иначе становится иначе как-то уходит уходит зато вот знаете как-то причесываться быстрее вот и так голову мыть быстрее тоже так и пошел ну что же хорошо так и знаете что у меня к вам просьба будет вы мне подсоберить какие-нибудь ваши ссылочки вот вы выпшем упоминали вы упоминали веб-страничку с книжками правильно вы упоминали канал crazy russian риэлтор вы упоминали какой-то еще там ну вот этот где вы где вы там актом чтобы мне ссылочку там она амада да потому что ну чё же народ же интересует надо дать людям возможность если им интересно и тогда уже если там чего вы самое там комментарии отвечать вот у нас вообще правило такое что у нас нельзя обижать тех кто выступает потому что никто не пришел там сюда чтобы его обижали поэтому и никто не хочет дарить всякую читать тоже никто не пришел читать дурацкие комментарии у нас вообще по политикам модерация жесткая знаете я недавно и разбанила всех троллей и но когда у меня наверно канале я брала интервью одной девушке и тут или начало бежать и закрыла комментарии вот иногда ситуация была мне написала она на меня обиделась гордят вас отписываюсь потому что ее там какая-то девушка преследовала троллила гадости и писала а я считаю что если тебе кто-то пишет гадости делай сам рапорт почему ты блогеру жалуешься ну зависит зависит я на самом деле если вижу что кто-то там себя плохо ведет то нет не особо никто и не жалуется если я вижу что там склоки какой-то и так склой склонность к склочности причем получается такая история я в принципе такой как бы либеральный так но это со временем уходила потому что я видел что из десяти случаев когда я с первого комментария видел что этот человек идет в бан 9 таки уходила то есть я году что я там посмотрим там мало ли что и дальше уже ты настолько на наблатыкиваешься расшифровывать и вот один раз написал и ты уже понимаешь что это все то есть там есть есть какие-то признаки по которым уже уже понятно что ему здесь не место ладно хорошо оксана спасибо спасибо у нас были случаи такие когда приходит человек и так вроде бы так нам культурно разговариваем а потом значит там начинают какие-то а вы не знаете что она вот там то есть народ так вы знаете он как-то больше знает чем у вас там под роликом кто-то про меня сказал что она ярая трампистка я удалил я это глупость потому что я человек которая везде будет что-то пропагандировать и рассказывать вот это вот меня бесит когда люди начинают клевету распространять то есть когда человек я в обмен я считаю не политический канал я только в одном ролике показывала как у нас была очередь в церковь где люди полтора часа стояли чтобы проголосовать но я не читала себя там ярый или тут у вас там написал на канале что я плохо про американцев дооборот американцы у меня на канале и интервью дают и кушают и работают у нас и гости приглашают то есть люди некоторые склонны клевете или верить какой-то клевете я презираю ну еще раз у нас у нас место чисто мы его так поддерживаем в чистоте поэтому я я могу не заметить конкретный комментарий но если там дальше уже какая-то линия такая начинается скучно эту я просто всю линию сразу выкину понятно благодарим все спасибо большое и так что будете в наших краях милости просим я рядом недалеко недалеко я собиралась вообще к ней ехать в гости так с детьми но получает у вас там еще блогер шушаник живет которая который я конечно по моему шушаник последние там лет пять-шесть особые не блогает ничего такого она была очень заметно наверное лет семь может быть восемь назад когда всех блогеров было там на как пальцев на руке и она была может быть там вот в тройке в четверке в пятерке наиболее таких подписанных таскать русских блогер я помню когда я только начал у меня к этому моменту без всяких усилий просто я там где-то вывешивал там на форуме и ссылки давал на youtube и там у меня был где-то 1400 подписчиков когда я осознал что у меня 1400 подписчиков когда я понял для чего люди подписываются искал все будем делать канал и стал смотреть что вообще есть на свете и вот шушаник на тот момент у нее было 1400 а еще был вот этот вот которого сейчас арестовали отпустили этот моша который значит там чужие видео подбирал и значит ставил туда свою рекламу и у меня весь канал был из чужих видео в частности из моих и я как на него пожаловался и там и не я один ему закрыли этот канал но это у него уже было там прилично тому а в тот момент самая мощная была такая сила это была флорида ялта у нее было 12000 12000 это было недосягаемое что это было что-то она в течение лет пяти была у меня как вот такая цель такая вот значит значит и столько можно идут у меня там 100 у нее там допустим 140 значит можно еще и больше чтобы еще можно еще больше то есть вот такой был самый такой раскрученный такой подписанный блогер вот так что шушаник мы с ней фильме снимали вместе шушаник вам даже пару раз я видела я видела так что у меня плане папа сан-хосе повидаться с вами вот но коронавируса то есть она давно все пройти и я приеду детьми давайте давайте я я тоже стараюсь нет не нарываться потому что мы не привиты еще и и в возрастном смысле как бы мы группа риска и так далее так далее вот но я надеюсь что где-нибудь там концу лета уже все встанет более-менее на место станет потому что уже уже прививок этих сколько хочешь в общем то в общем то у нас вот сейчас вы можете почитать какую-то очередь статьи там большая очередь но вы можете там привить то есть просто не спрашивают ну смотрите там возраст не имеет значения становишься и тебя прививают такие такие тоже есть поэтому как-то облегчается ситуация в общем потихоньку ладно оксан спасибо большое я очень надеюсь что я как-нибудь до вас доберусь я очень люблю снимать open house и это хлебом не корми причем у нас все знаете как она с обычно жена еще моя она не смотрит как вот место для жизни а смыть как чё переделать она говорит на эту стену передвинули значит так тут открыли тут будет окно значит вот сюда и вот мы так вместе а если еще какой-нибудь риэлтор там подбирается 3 то риэлтор как риэлтор начинает смотреть если вы сюда приедете делают они приезжают сначала прилетают в новый орлеан да и мают машину то есть они могут там в новом орлеане пару дней почему они или почему они не летят сразу в мобил но всяком случае говорят что дешевле в новоорлеан из калифорнии ну это прямой рейс до до конца там есть что посмотреть нормально там есть магазины вуду там есть экскурсии вы туда я туда ездила там был концерт селиндион поездили на экскурсию по плантациям рабовладельцев смотрели вот эти их особняки викторианской жили люди умели жить старинная мебель правда там внутри снимать не разрешали там есть музей смерти тоже нельзя снимать хороший хороший путь там можно недельку потусить да там находить джаз послушать конечно да там есть кладбище на это кладбище экскурсии в новом орлеане старинное кладбище там можно круиз сделать к вам часа три езды нет два часа хорошо потому что наша девушка которая за собачкой поедет она как раз до нового орлеана летит и говорит что оттуда вот до этого места которое не помню название где собаки там где-то она говорит до трех часов там меньше трех часов ближе от мобила до роберта тела час по карте вот не так далеко в общем это хорошее хорошее такое я на самом деле очень люблю показывать зрителям дешевые релостей когда я показываю здесь там сыраюшку за миллион двести они говорят какой же смысл когда пенсионеры должны ехать сюда вот все вот и некоторые сюда пенсионеры северных штатов а кто не хочет в мобиле тут есть как говорится более белые районы более дорогие ну так считается ближе к воде она будет просто и как но всяком случае то что в мобиле я вам надо за 200 тысяч там она будет триста пятьдесят четыреста хорошо а вот допустим мобил или там тампа вот там по тоже такой все новенькая чистенькая я смотрела орландо я смотрела цены в орландо за сто двадцать тысяч или в орландо или в майами вы купите однушку одна спальня один туалет маленький домик здесь я вам однушку за сорок тысяч до пятьдесят тысяч с ремонтом найду но сейчас так быстро улетает то есть если работать не надо то как вообще бесплатно живешь 4 процента штатовский этот налог у вас процент на покупку продажу то есть покупать телевизор за 100 долларов ты 10 платишь 8 10 процентов как у нас тут примерно ну что же у нас штат налог штата больше гораздо вдвое больше влажный субтропический климат мексиканский залив рядом там вода теплая я извиняюсь а вот эти вот ураган который так вдоль флориды движется они к вам тоже заходят идут меньше у нас был ураган в этом году в то в том году был ураган с сали по-моему то есть там все кто поближе к заливу не до залива ехать полтора часа или там есть нас тут так как бы полуостров дофин айланд сейчас сейчас то есть мобил так не пострадал хотя здесь были и деревья поваленные но за 11 лет и 9 лет что я живу в лобами это был мой первый большой ураган группы второй категории у нас запор упал частично если вы покупаете дом вот вы пришли смотреть дом я просто помню как во флориде этом заходишь там любой дом в гараж заходишь там щиты стоят которыми окна закрывают там закручивают болтами окна на случай ураган у вас тоже так такие щиты или у них не везде у нас даже эти вот мер вы взяли бы подальше у нас там есть за окраине есть уже восьмая мили идет соцсума туда вообще ураган не дошел то есть 20-30 минут дальше мобила выше уже то есть люди могут знать что не полтора часа два часа от воды но нет эвакуации таких вот там где-то ураган там раз эвакуируют там людей там как-нибудь в пенсаколе было такое в пенсаколе было что эвакуировали пенсаколе было то есть ураган сали очень сильно потрепал пенсаколу потому что она вообще на залибе оксана оксана я извиняюсь конечно я с вами мог бы надо еще не один час потрепаться в это мы с вами как и теку общего типажа такого балабольного значит вы кто по гороскопу ты стрелец бык два сразу стрелец это как по месяцу а бык по году я понял стрелец стрелец хорошо ладно мы с вами еще потрепимся давай тебе нашим зрителям скажем в общем привет все дела давайте ваши ссылочки да я пойду смонтирую вырежу тот кусок где мы с вами связь потеряли и так чтобы было целостно все счастливо спасибо большое я очень рад что зрители наши нас свели и в общем очень приятно хорошо давайте мужу мужику привет вашему девушка это будет проезжать мимо мобила может быть она мне за день сообщить я с ней встречу что-нибудь куда-нибудь съезжу с ней я боюсь что нет она там будет ночевать она должна приехать за ночевать с утра пойти за собачкой и улететь поэтому ну я могу я и сказать а вы что мы дальше смотрите она путешественница она любит и путешествовать это такая хорошо ладно спасибо счастлива